Пообщаться лично, задать любые интересующие вопросы, предложить свои идеи. Молодежь, а это люди от 14 до 35 лет, радеет за развитие родного города. Это подтверждают и цифры. Пообщаться с главой личины Александром Версоцким пришли порядка полусотни молодых личан с активной жизненной позицией. Представители рабочей палаты, молодежного совета при районном совете депутатов, районного совета работающей молодежи и активисты районной организации БРСМ. Воплотить в жизнь проекты, которые мечтает реализовать Лицкая молодежь, как оказалось, не так уж и сложно. Главное – обратиться за помощью к правильному человеку. Очень приятно, что молодежь не безразлична. И вот те идеи, которые на их взгляд кажутся достойными воплощения, они их высказали. Мне очень понравилась идея по созданию книги о достижениях личных. Для наших малышей, для первоклассников. Вот в таком возрасте дети, они пытливы, они всю новую информацию, как губки впитывают очень быстро. Именно в этом возрасте нужно, и так везде поступают, во всех странах, формируется вот этот образ страны, достижения этой страны, гордость за эту страну. И вот мы договорились, что такую книжку сделаем наравне с первой книгой, которую получает каждый первоклассник. Вот эта книга – подарок президента нашей страны Александра Григорьевича Лукашенко. Мы как дополнение 1 сентября следующего года вручим. Вот это мне все идеи понравились, но вот это как-то задело больше всего, так по-честному и откровенно. Хочет активно участвовать в жизни района и менять жизни к лучшему автор этой инициативы – Мерседес Давлишевич. Идея издания книги для детей с достижениями личины родилась спонтанно. Изучая букварь с дочерью первоклассницы, девушка обнаружила рассказ про самосвал из Жодина. Нашему городу тоже есть чем гордиться и о чем рассказать. Эти истории могли бы лечь в основу нового издания. Мне лично было очень интересно посетить данное мероприятие. Мне посчастливилось представить свою идею. Моя идея рассчитана на младших школьников 6-8 лет. И моя идея заключалась в том, чтобы создать книжку для первоклассников про наш город Лида, в котором будет указана история развития города, предприятия, достижения спортсменов, наших медицинских работников, работников внутренних служб, ну и, конечно же, военных частей наших и, конечно же, культурное наследие нашего города. Думаю, что все сможем реализовать и, конечно же, воплотить в жизнь. В зале также присутствовали председатель районного совета депутатов Инесса Белуш и ветераны комсомольского движения Лариса Ус и Владимир Семенов. Диалоговая площадка «Молодежь вчера и сегодня» вызвала живой интерес и проявила инициативность участников. Как оказалось, планов и задумок по развитию личины у молодежного актива немало. Прозвучали вопросы о возможности проведения спортивных встреч, сотрудничества с российскими активистами и другие. Я на диалоговой площадке предложил идею о развитии внутреннего туризма. Мои идеи были рассмотрены, и я рад, что они будут реализовываться в последующем в нашем городе. Что важно, молодые люди не просто выступают с предложениями и вопросами, но и ищут пути решения. Потому так важен диалог между представителями власти и молодежи, чтобы к цели идти сообща. Открытый диалог с молодежью, как мне кажется, помогает нам, молодым людям, делиться своими идеями, своим мнением, своими проблемами. И одновременно с этим помогает руководству города принимать такие более обоснованные решения и изменения, которые учитывают интересы молодого поколения. И тем самым молодежь, видя, что их мнение слышно, их мнение ценно, они более вовлеченно и более активно принимают участие в жизни нашего города. Важно слушать и слышать друг друга, тогда и у всего района, и у каждого его жителя будет возможность для совершенствования и развития.